После воскресных репортажей о том, как несмотря на объявленные меры о нежелательности собраний, даже на открытом воздухе и совместных прогулок, французы, пользуясь хорошей погодой, отправились на пикники, у президента страны не оставалось другого выхода, как объявить полный карантин на всей территории страны. За несколько часов до обращения к нации в интервью СМИ, один из руководителей Министерства здравоохранения Франции заявил, что ситуация с пандемией приближается к катастрофической. Любое нарушение введенных мер будет наказано. Карантин начинает действовать, поскольку это рекомендация медиков. Если мы хотим помочь им справиться с нынешним кризисом, мы обязаны все оставаться дома. Накануне стало известно, что ведущие корпорации страны, такие как Мишлен и Пежо Ситроен, полностью останавливают предприятия, закрываются аэропорты, общественный транспорт будет работать по урезанному графику. Со своей стороны ВОЗ призывает расширить диагностику на наличие возбудителя COVID-19. Нельзя все время прятать голову в песок. Мы не сможем остановить пандемию, если мы не знаем, кто именно заражен. Требуется распространить диагностику максимально широко. Каждый подозрительный случай должен быть проверен. Сегодня именно страны Евросоюза стали главным очагом распространения пандемии COVID-19. Самая тяжелая ситуация в Италии далее следует Испания, Германия и Франция. Накануне было принято решение о закрытии внешних границ Евросоюза, как и внешних границ зоны действия Шенгенского соглашения. Распоряжение вступает в силу в полдень. По центральноевропейскому времени во вторник срок его действия 30 дней.